Эта лекция является неким таким отступлением от предыдущей линии, по которой мы шли. На прошлом занятии мы построили много всяких термов. Мы увидели, что не всякое множество, задаваемое ограничивающим условием, вообще говоря, имеет право на существование. Потом мы начали смотреть, как знакомые всем нам термы, их существование обосновывается в теории множества, аксиоматической, при помощи аксиом, и изучали некоторые их свойства. В этом занятии мы коснемся следствий аксиомы бесконечности. Аксиомы бесконечности — это такой ящик Пандоры в теории множества. Потому что если бы аксиомы бесконечности не было, то, в принципе, работать было бы достаточно легко, поскольку теория множества имела бы модель в виде конечных множеств. И всякий ответ про задачку про конечные множества можно было бы решить просто перебором вариантов. Может быть, очень большим, но за конечное время. Как только появляются аксиомы бесконечности, то тут же начинают вылезать всяческие чудовища, ведомые и неведомые. Я сейчас вам покажу это все, продемонстрирую. И, собственно говоря, самая интересная часть теории множества, она на аксиомы бесконечности и опирается. В частности, из аксиомы бесконечности мы построим, прежде всего, натуральные числа и формальную арифметику. И отсюда будет следовать, что для системы Цермела-Френкеля работает теорема Гёделя о неполноте. То есть, если теория Цермела-Френкеля непротиворечива, то она необходимым образом неполна. Но начнем мы с очень простого, еще одного терма. х плюс 1 определим следующим образом. Как х сумма синглитон ха. Ну, просто вот обозначим еще одну такую вот операцию. И основное свойство. х плюс 1 равняется у плюс 1. Тогда и только тогда, когда х равняется у. Докажем это свойство. Подобные вещи мы уже с вами доказывать научились на прошлом занятии, когда рассматривали упорядоченную фару. Значит, теорема. Доказательства. Ну, пусть докажем от противного. Пусть х сумма х, синглитон х равно у, сумма синглитон у, но х не равен у. Тогда без ограничения общности мы можем считать, что существует т, т принадлежит ху и т не принадлежит у. Да, эта фразочка без ограничений общности часто будет встречаться в наших доказательствах. Ну, просто мы для простоты такое предположили. На самом деле здесь два варианта. Либо существует т, принадлежащая ху и т, не принадлежащая у. Либо существует т, принадлежащая у и не принадлежащая ху. Но понятно, что это просто будет другой вариант, доказывается совершенно одинаковым образом. Ну, раз такое т у нас существует, то что у нас следует? Из т, принадлежащего х, следует, т принадлежит х плюс 1, а х плюс 1 у нас равен, по предположению, у плюс 1. Следовательно, т принадлежит у, сумма синглитон у. Следовательно, т принадлежит у, либо т равен у. По предположению, которое мы сделали вот здесь, вот эта штука не имеет места. Значит, у нас из этого сразу же следует, что т принадлежит у, и из этого же следует, что у принадлежит ху. Потому что т принадлежит ху. Видите? Но с другой-то стороны. С другой стороны. Х принадлежит х сумма х, а это у нас равно у сумма синглитон от у. Из этого следует, что либо х принадлежит у, либо х равен у. Опять же, по самому начальному нашему предположению, вот это место не имеет. И из этого всего следует, что у нас ситуация такая, у принадлежит ху, и х принадлежит у. То есть, х принадлежит у, принадлежит х, а этот случай запрещен, явно запрещен аксиомой фундирования. Следовательно, наша исходная посылка о том, что существуют вот такие вот х и у, которые между собой не равны, но при этом х плюс 1 равен у плюс 1, наша исходная посылка не верна. Заметим, что на самом последнем шаге мы явно использовали аксиома фундирования. То есть, это свойство, это основное свойство, его работа опирается явным образом на аксиома фундирования. Итак, мы определили новую операцию, обозначили ее как плюс 1, очень просто ее определили, как сумма ха с инглитоном х, и доказали его основное свойство. Напомню, аксиома бесконечности. Она была на втором занятии, но мы ее уже давно забыли. Значит, аксиома бесконечности гласит, что существует у, такое что пустое множество принадлежит у, и до любого т, т принадлежит у, следовательно, т плюс 1 принадлежит у. Вот это вот условие мы обозначим вот таким обозначением, прогу. И в более краткой записи аксиома бесконечности системы Цермиала-Фрэнкеля звучит следующим образом. Существует, по крайней мере, одно прогрессивное множество. Множество мы называем прогрессивным, если в него входит пустое множество, и для каждого элемента входящего, если какой-то элемент входит в это множество, то этот элемент плюс единичка также входит в это множество. Такое множество называется прогрессивным. И аксиома бесконечности в системе Цермиала-Фрэнкеля гласит, существует прогрессивное множество, хотя бы одно. Вот эта вот операция и вот это вот утверждение, они и открывают нам дорожку к очень интересным построениям. Собственно, самым интересным построениям в теории множества. Но первое, что мы хотим построить, это множество натуральных чисел. И мы это с легкостью сейчас проделаем. Значит, теорема. Существует единственное множество омега, такое, что первое, омега прогрессивна, и второе, для любого х, х принадлежит омега, следовательно, х не равно пустому множеству, следовательно, существует у, у принадлежит омеге, и х равняется у плюс 1. То есть, существует единственное множество, такое, что оно прогрессивно, и у любого не пустого элемента есть предыдущий. Ну, что это содержательно означает? Что такое прогрессивное множество? Прогрессивное множество может оказаться такая вот набор цепочек, если угодно. Вот у нас три элемента в нем оказалось, в прогрессивном множестве, и от каждого из этих элементов идет плюс 1, плюс 1, плюс 1, от этого идет плюс 1, плюс 1, плюс 1, плюс 1. И здесь? Да. Это не что-то типа ординала, это он и есть. Вот. Но мы пока вперед забегаем. Значит, прогрессивное множество как устроено, вообще говоря, да? Во-первых, в него всегда входит пустое множество, и все элементы, которые получаются прибавлением к пустому множеству. А во-вторых, вообще говоря, определение прогрессивного множества не запрещает нам наличие еще каких-то других элементов, от которых дальше идут вот эти вот цепочки. Право. Они могут идти бесконечно. Прогрессивное множество — это такое, в которое входит пустое, вот оно, как элемент, и для каждого элемента которого выполняется, что если этот элемент входит, то элемент плюс 1 также входит. Это, вообще говоря, прогрессивное множество. А нас интересует случай вот такой, отсечь вот эти все. То есть нас интересует ситуация, вот, собственно, множество омега для нас вот такое, вот оно омега, в которое входит пустое, в которое входит все то, что можно получить из пустого по добавлением единички, и у которого любой непустой элемент имеет предшественника. Потому что вот в данном случае не пустой является relative чем-то предшественником у прогрессивного множества. А у омеги, который мы сейчас хотим построить, любой непустой является, имеет предшественника. Вот. То есть вот у этого есть предшественник, а у этого предшественника нет. Соответственно, мы хотим построить вот такой вот омега. И сейчас мы его построим и изучим его свойства. Выстроим мы его следующим образом. Итак, еще раз. По аксиоме бесконечности существует U0, такой что прог от U0. А дальше построим омега таким образом. Множество Z, принадлежащее U0, такое что для любого Y прогрессивно Y, следовательно, Z принадлежит Y. Это у нас ограниченное выделение. Ограниченное выделение. Ограниченное оно почему? Потому что у нас здесь есть U0. Его существование постулируется аксиомой бесконечности. Соответственно, омега существует. Вот такой вот омега существует. Значит, что оно из себя представляет? Оно из себя представляет как бы пересечение всех прогрессивных множеств. То есть, оно состоит из элементов, которые входят в каждое прогрессивное множество. Если какой-то элемент A входит в омегу, то он входить должен в любое прогрессивное множество. Вот по этому определению. Видите? Значит, но дальше. На самом деле, раз так, то есть, если до любого A, A принадлежит омега, следовательно, прог A, ну, на самом деле, лучше не A, а Z, потому что здесь у нас элементики Z. Вот. То из этого свойства следует то, что Z-то во всяком случае будет принадлежать нашему U0, поскольку U0 прогрессивно. То есть, мы можем просто записать. Омега равняется Z, таких, что для любого Y, проб Y, следовательно, Z принадлежит Y. Заметьте, что в этих рассуждениях мы сущности вот этого предиката быть прогрессивным множеством не касались. Мы использовали только тот факт, что хотя бы одно множество, удовлетворяющее этому предикату, существует. И такие рассуждения мы могли бы провести для других каких-то предикатов. То есть, если у нас имеется какой-то предикат относительно множества, множество такое или множество сякое, и хотя бы одно множество, удовлетворяющее этому предикату, существует, то тогда существует множество, являющее пересечением всех множеств, удовлетворяющих этому предикату. Вообще, пересечение может оказаться и пустым, Но в случае с предикатом прог быть прогрессивным множеством, оно не пустое. Оно дает нам ровно то, что нам нужно. Почему? Потому что, во-первых, пустое множество принадлежит омике. Да, принадлежит, поскольку пустое множество принадлежит каждому прогрессивному множеству. Это минимально возможное прогрессивное множество. Совершенно верно. Значит, и второй момент. Второй момент. Значит, если у нас какой-то n принадлежит омике, следовательно, n плюс 1 тоже принадлежит омике. Почему? Потому что, если какой-то элемент принадлежит всем прогрессивным множеству, так случилось, что какой-то элемент принадлежит всем прогрессивным множествам, то n плюс 1 тоже будет принадлежать всем прогрессивным множествам по определению. Значит, из этого следует, что омега прогрессивное множество. Как доказать вот это вот условие, что каждый непустой элемент в омике имеет своего предшественника? Достаточно просто. Построим. Посмотрим омега штрих. Такое, что x принадлежит омике. x не равно пустому множеству, следовательно, существует y, y принадлежит омеге, и y плюс 1 равняется x. То есть, что мы сейчас построили? Мы говорим, что вот про это свойство мы еще ничего не знаем. Есть ли у каждого непустого элемента в омеге свой предшественник, мы не знаем. Может есть, а может он есть не у каждого. Но мы сейчас докажем, что у каждого. Для этого мы построили такой омега штрих. По определению омега штрих является подмножеством омеги. Из элементов, которые либо пустой элемент туда входит, в этот омега штрих, либо туда входят все элементы омега, не пустые, которые имеют непосредственного предшественника. Построили. А теперь внимание. Значит, как нам доказать, что омега штрих равняется омеге? Мы сейчас проведем рассуждение, которое мы еще неоднократно воспользуемся сегодня. Что мы можем сказать про омега штрих? Это прогрессивное множество или нет? Да. Почему? Потому что пустое множество в омега штрих входит по определению. Если какой-то элемент x входит в омега штрих, то есть у него есть предшественник, то у элемента x плюс 1 уж точно будет предшественник, это само x. Да. Соответственно, получается прог омега штрих. Но по построению омега, значит, из прог омега штрих следует, что омега является подножеством омега штрих, поскольку омега является минимальным прогрессивным множеством. Итак, с одной стороны омега штрих подножество омеги, с другой стороны омега подножество омега штрих из этого что следует, что омега равняется омега штрих. Вот. Это очень легкое, очень такой легкий фокус, который позволяет нам доказывать всевозможные вещи, всевозможные свойства вот именно множества омега. Еще раз. Пустое множество входит в омега штрих? Входит, потому что когда x равно пустому, здесь у нас false, а здесь true. Дальше. Если какой-то x входит в омега штрих, это значит, что у него есть предшествующий, то x плюс 1 уж всяко войдет в омега штрих, поскольку у x плюс 1 есть предшествующий. Это само x. Вот. Соответственно, оно удовлетворяет свойствам быть прогрессивным. Итак, мы доказали вот основные свойства нашего построенного нами вот минимального прогрессивного множества. Построили минимальное прогрессивное множество, обозвали его греческой буквой омега. Что такое омега? Как она устроена? Значит, во-первых, пустое множество является элементом омеги. Во-вторых, синглитон из пустого множества, равный пустому множеству суммы синглитон пустого множества, является элементом омеги. Значит, если мы это обозначим как нулик, то это мы можем обозначить как единичку, и заметим, что единичка из себя представляет множество, состоящее из нулика. Дальше. Такая штучка. Значит, пустое множество, синглитон из пустого множества. Да? Равное ну вот этому плюс единица. Его мы обозначим как двошечку, и заметим, что это равно вот этому. Ну и так далее. Мы заметим, что 3 равняется 0, 1, 2. И вообще говоря, n равняется 0, 1, 2. n минус единица. Значит, пустое множество. Единичка. Двойка. Это будет сумма двойки. Вот она. Сумма. И синглитон от нее. Вот он, синглитон. Еще одна фигурная скобка в конце. Да. Вот. То есть, мы берем пустое множество, начинаем нахлобучивать на него фигурные скобки, и получаем нолик, это пустое множество, единичка, это нолик в фигурных скобках, двойка, это 0,1 в фигурных скобках, тройка 0,1,2 в фигурных скобках. Вот. И вообще, n, натуральное число n, получается множеством всех натуральных чисел, меньших данного. В этом смысле n принадлежит m, следовательно, n меньше m. То есть, естественным образом возникает порядок на натуральных числах, на натуральных числах, которые соответствуют значку пиано. Ну, теперь, коль скоро мы вот это вот построили, это называется натуральные числа по фон Нейману, и эта конструкция является у нас моделью натуральных чисел. Чтобы показать, что эта конструкция является моделью для натуральных чисел, нам нужно увидеть, что она удовлетворяет аксиомам пиано для натуральных чисел. А мы как раз, вот вы показали, что порядок на множестве пиано сохраняется. Но там же не все можно сравнить? Не все элементы, или все? Любое натуральное число можно сравнить с любым другим натуральным числом. Нет, я говорю сейчас про натуральные числа. Я говорю сейчас про натуральные числа, да, безусловно. Кстати говоря, это еще надо доказать, доказать это по индукции. Вот. И мы еще этого коснемся. Значит, аксиомы пиано для натуральных чисел. Ноль принадлежит множеству натуральных чисел, я его так омиго и буду называть. Да, в теории множество натуральных числа считаются с нуля и обозначаются маленькой буковкой греческая омига. Второе свойство. Если х принадлежит омиге, следовательно, х плюс 1 принадлежит омиге. Третье. Значит, так, х не равно нулю, следовательно, существует у такое, что у плюс 1 равняется х. Четвертое. х плюс 1 равняется у плюс 1, следовательно, х равняется у. И пятое. Пятое сложное. А от нуля и для любого х х принадлежит омиге, следовательно, а от х следует а от х плюс 1. Так, три скобки тут закрываются. следовательно, для любого х х принадлежит омеге, следовательно, а от х. Что это я написал тут? С первыми тремя все понятно. Мы их уже доказали, или они очевидным образом следуют из определения чисел по фоннеймону. Да, это следует из прогрессивности, это следует ой, здесь х не равно, да, естественно. Значит, это мы тоже увидели, это мы увидели в самом начале из определения значит, это мы увидели в самом начале из определения х плюс 1, а вот это вот что такое? А это есть не что иное, как арифметическая индукция. Смотрите, если у нас имеется некая произвольная формула А, то есть это схема утверждений, у нас опять появляются большие латинские буквы, да, с которыми мы уже имели дело. Большая латинская буква в наших обозначениях есть некая синтаксически корректная формула произвольного вида. Итак, если у нас имеется вот какая вот импликация из двух частей база, это А от нуля, что она выполняется. Вторая часть это шаг индукции. Для любого х из множества натуральных чисел из того, что А от х, следует, что А от х плюс 1. Это шаг индукции. Значит, из этого всего следует то, что А от х выполняется на любом натуральном числе. Это смотрите, значит, если рассматривать натуральные числа как аксиоматическую теорию, то это берется как схема аксиом. Но мы работаем в аксиоматической теории Цермела Френкеля. И мы построили некий объект омега, терм. И теперь мы доказываем, что это-то на самом деле теоремы. То есть мы погрузили натуральные числа в теорию натуральных чисел, в теорию множеств. То есть мы выразили натуральные числа, построили модель натуральных чисел, в теории множеств. И это уже не аксиомы, а теоремы. Вот. Если 1, 2, 3, 4, тут все понятно, как быть с пятым? Значит, ее надо доказать как теорему. Вот. Что такое арифметическая индукция, такая вещь, мы ее доказываем как теорему. По счастью, это очень просто сделать. Значит, и вы уже даже догадываетесь, как построим множество омега штрих равное x принадлежит омеге таких, что а от x. То есть мы говорим, что окей, мы не знаем вообще а от x на всех натуральных числах, не на всех натуральных числах, да, работает, но на каких-то оно работает. Но во всяком случае оно работает на нуле, потому что это дает, это как бы задано посылкой нашей исходной. Вот. И построим такой омега штрих, на которых оно работает. Ну что, кто дальше проведет доказательства? Что мы можем сказать про омега штрих? Мы же уже делали такое. Оно прогрессивное. Да, оно прогрессивное. Почему? Потому что ноль входит в омега штрих? Да, входит. Если какой-то элемент входит в него, то элемент плюс один также входит в него. Следовательно, прогрессивное омега штрих, следовательно, что омега является подножеством омега штрих. Но по построению омега штрих следует, что омега штрих является подножеством омеги. Следовательно, омега равняется омеги штрих. Вот. И действительно, А от Х выполняется на всех элементах омеги. Видите, как просто? Просто изящно Понятие прогрессивного множества и тот факт, что омега является наименьшим прогрессивным множеством Нам позволяет доказывать вот такие вот штуки Окей, натуральные числа мы построили И мы с вами доказали То есть принцип арифметической индукции является теоремой в системе Цермела Френкеля Но там на самом деле, сразу забегая вперед В системе Цермела Френкеля не только принцип арифметической индукции является теоремой Но и гораздо более сильный принцип, принцип трансфинитной индукции, до которого мы дойдем А это получится тогда частный случай Но пока мы работаем в рамках счетного В рамках натуральных чисел И заметим, что помимо индукции у нас рука об руку с индукцией всегда идет такое понятие как рекурсия Но индукция вам всем знакома, рекурсия, я думаю, тоже То есть если у нас имеется некое множество х0 и у нас имеется некий терн, который из одного х может получить некий кси от х То мы можем получить последовательность х0, х1, х2, х3 и так далее То есть если индукция нам нужна для доказательства некоего утверждения на всем множестве натуральных чисел То рекурсия нам нужна для построения неких объектов Мы вообще-то говоря еще не ввели такое понятие как отображение, как функция Но забегая вперед, можно сказать, что при помощи счетной рекурсии мы можем получить отображение с натуральных чисел на некоторые множества На некоторые множества или на некоторые элементы Вот таким образом, то есть х1 равняется кси от х0 Х2 равняется кси от кси от х0 Равняется кси от х1 И так далее, и так далее И вот эту операцию мы можем провести столько раз, сколько нам нужно И вообще говоря, мы утверждаем, что существует отображение между любым натуральным числом и каким-то хитом Между числом и и числом хи То есть мы можем сказать, что существует f из омега в некий v Некий v, обладающий тем свойством, что f от n плюс 1 равняется кси от f от n Вот эти все значки я применяю впервые Мы на следующем занятии, в следующей теме их рассмотрим подробнее Но здесь я немножко забегаю вперед, потому что нам это нужно определить Почему рекурсия корректна? Почему мы ее можем применять? Ну, заметим, что мы можем ввести вот такую вот формулу, такой вот предикат А от x, y по определению, значит, ну или эквивалентный тому, что y равняется кси от x И заметим, что для любого икса существует единственный y, такой, что а от x, y То есть у нас получается такой двухместный предикат, да, в нашем распоряжении имеется Вот, когда в нашем распоряжении имеется двухместный предикат такого рода То вспоминаем второе занятие, что начинает работать схема аксиом подстановки Да? Значит, помните схему аксиом подстановки, когда у нас имеются иксы, ограниченные каким-то множеством У нас имеются y, и у нас имеется двухместный предикат, и мы можем как бы построить вторую проекцию этого двухместного предиката Но в данном случае все немножечко сложнее И в таком вот виде, непосредственно в таком виде, этот предикат не годится для схемы аксиом подстановки Потому что иксы у нас нету ограничивающего множества, и вообще нам нужно получить нечто от натуральных чисел Теорема, обосновывающая арифметическую рекурсию или счетную рекурсию, она технически сложна Полное ее доказательство дано в учебнике, но на экзамене я его не спрашиваю Потому что она сложна не концептуально, не хитростью какой-то, но наоборот прямолинейно доказывается Просто она довольно сложна технически И почему? Потому что чтобы воспользоваться схемой аксиом подстановки в ее чистом виде Здесь в качестве ограничивающего множества у нас будет омега А в качестве вот этого двухместного предиката должен быть предикат вот какой Говорящий нам то, что для числа n, y, ну не n, а вот так вот, не y, а fn Что для числа n существует единственный fn, где fn это частичная функция Определенная на отрезке от 0 до n Обладающая таким свойством, что f от n плюс 1 равняется f от n Где x меньше n Вот, значит, в выписывании, собственно говоря, вот этого предиката техническом Там много символов получается И заключается основная техническая сложность доказательства вот этой вот теоремы Но как только мы вот это вот выписали, мы получаем что? Мы здесь получаем 0, 1, 2, 2, 3 и так далее Ряд натуральных чисел А по оси y мы получаем что? Мы получаем, во-первых, ну пустое множество или 0 И в паре к ним mu идет x нулевое Для одного мы получаем вот такую вот функцию 0x нулевое, 1, xi от x нулевое Значит, это у нас нулю соответствует, это у нас соответствует единице Двойки у нас будет соответствовать функция более длинная 0x0, 1x1, 2x2 и так далее То есть каждому натуральному числу n у нас будет соответствовать отрезочек Отрезочек функции, такая частичная функция Соответственно, схема аксиом подстановки нам говорит, что все вот эти вот функции Мы можем собрать воедино, в одно множество Но нам-то нужно не множество каких-то отрезков начальных А нам нужна вся функция, работающая на натуральном ряду Поэтому мы берем и объединяем при помощи суммы Объединяем все элементы вот этого множества И таким образом мы получаем вот эту самую функцию Которая работает от нуля и на каждом элементе n Это основная идея доказательства принципа Арифметической или счетной рекурсии Как видите, здесь так вот на раз-два не удается продемонстрировать это доказательство Однако, в принципе, я говорю, в этом доказательстве ничего нет такого хитрого То есть, в принципе, оно прямолинейное Просто пользуемся аксиомами и прямым следствием аксиом Ну, аккуратно выписать вот эту вот формулу необходимо И аккуратно ее выписав мы получаем прямым следствием Что да, действительно, вот такая вот функция f из омега в некий v существует Если у нас имеется что? Если у нас имеется х нулевое И некий способ порождения нового множества и старого множества То есть, шаг рекурсии На индукции и на рекурсии мы еще остановимся подробно И уже с обоснованиями Когда мы будем изучать трансфинитную индукцию Трансфинитную рекурсию Тогда вы увидите, что счетная индукция и рекурсия Ясно является частным случаем Трансфинитным Но теперь мы получили возможность строить множество Счетные множества Опять же, я произношу впервые это слово Счетные, то есть, получаемые Для которых есть некое отображение из натуральных чисел В элементы этого множества При помощи рекурсии И сейчас мы этим займемся Я дал определение счетной рекурсии А счетному множеству я еще не дал определение Я его дам на следующем или через занятие Но при помощи счетной рекурсии Забегая вперед, можно сказать Получаются счетные множества То есть, множество Между элементами которых и множеством омига Можно построить соответствие Поставить соответствие взаимооднозначное То есть, каждому хитому соответствует и Где и натуральное число Значит, давайте при помощи рекурсии Попробуем что-нибудь напостраивать Ну, начнем с такого примера Пока простого Значит, пусть х нулевой равняется а И пусть хн плюс единица Равняется Хн декартова, помноженная на а Таким образом В силу Только что рассмотренного Принципа рекурсии У нас получается вот какая функция f от нуля есть а f от единицы есть а на а f от двойки есть а на а на а И так далее Значит, возьмем Вторую сумму второй большой проекции f И добавим еще ноль Что это будет? Это будет множество вот какого вида Ноль в скобочках Сумма а Сумма а умножить на а Сумма а на а на а Сумма и так далее То есть, из множества а Мы получили множество, которое своими элементами Имеет Значит Пустое множество Все элементы а Все элементы декартового произведения А на а То есть, все пары Потом еще все тройки Элементов а Потом все четверки Все пятерки И вообще все конечные н Как называется такое множество Оно имеет специальное название Обозначение Это множество называется Звездочкой клини Кто-нибудь слышал такой термин? Было Было Где? В каком разделе? Мат-логике Мат-логике, да И еще в теории языков программирования Да А что такое звездочка клини? Если а Это у нас алфавит Символов То звездочка клини Это множество всех конечных текстов В данном алфавите А, точно Вот Да, 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 да Это множество всех конечных текстов В данном алфавите Видите? И даже если кто-то не знаком Со звездочкой клини То уж он обязательно Ею пользовался Если пользовался компьютером Когда-нибудь И когда-нибудь там Да Использовали консольные команды Типа дел звездочка Вот В Unix И в DOS И всех производных От Unix Значит звездочка Обозначает Любое количество Любых символов Вот И пошло оно Кстати Вот от этого От звездочки клини Мы еще вернемся Ну несколько раз К звездочке клини Заметим сейчас Кстати Что Если А является Конечным алфавитом У нас И состоит из N элементов То Если мы заменим Декартовое произведение Просто на произведение А сумму на сумму То получается Что у нас N плюс N квадрат Плюс N куб Плюс И так далее Получается Ничто иное Как старая Добрая Геометрическая Прогрессия Да Вот Значит И если у нас Если у нас Ограничено Все Каким-то M То что это у нас Получается N в степени M плюс Единица Минус Единица На N Минус Единица Да Кажется так Правильно помню Формулу для Геометрической Прогрессии Вот Значит И это у нас Что Это у нас Количество Текстов Длиной Не больше M Вот Как бы Действительно Получается Ну такая Комбинаторная Формула Если угодно А если M у нас Уходит За горизонт То Что у нас Получится В сумме Геометрической Прогрессии Такой Это мы еще К этому мы еще Вернемся Да Получится Вот Мы получим Получится Получится Вот Я же Обещал вам Всяких монстров Всякие чудовища Значит И в общем Сейчас собственно Они полезут Самое интересное Это полезет Сейчас Так Значит Теперь еще Один пример Множества Который Можно построить При помощи Рекурсии Сделаем Такую штуку X0 Равняется Множество Троек XYZ Принадлежащих Омеги Наомеги Наомеги То есть Троек Натуральных Чисел Таких Что X Существует X Существует Y Существует Z Такой что Тройка X Штрих Y Штрих Z Штрих Принадлежит XN И здесь мы пользуемся Рекурсии Рекурсии Поскольку у нас Зависимость От X Предыдущего И X Равняется X Штрих И Y Равняется Y Штрих Плюс Единица И Z Равняется Z Штрих Плюс Единица То есть мы Какую-то Хитрую Формулу Сейчас Построили Для Множества XN Плюс 1 Зависящую От наличия Множества XN И Построим Такое Множество S Которое Является Суммой X1 X2 XN До Бесконечности То есть То что Это можно Сделать До Бесконечности То Для Всякого Натурального Числа Это Следует Из Принципа Счетной Рекурсии Значит Каждый Из этих X Мы Построили А теперь Объединим Их В Одно Множество И Возьмем Сумму Просуммируем Их Все Вот Так Просуммировали Их Всех И Что Мы Получили Что Такое А Б С Принадлежит С Как Это Иначе Можно записать По Построению Множества С Ведь С Это У нас Смотрите Что Это Таблица Сложения Это У нас Таблица Сложения Когда С нулем X Плюс Ноль Равняется Z Видите А здесь У нас Если Имеется Таблица Сложения Для Какого То Для Y С Н То Здесь Мы Получаем Таблицу Сложения С Н Плюс Единицей Видите Да Значит X Равняется X Штрих Y Равняется Y Штрих Плюс Единица Поскольку У нас Плюс Единица И Z Штрих Равняется Z Z Вернее Равняется Z Штрих Плюс Единица Оно будет На единицу Больше То есть ABC Принадлежит S Это Получается A Плюс B Равняется C То есть Мы При помощи Аксиоматики Цермела Френкеля Сейчас Не только Натуральные Чисел Построили Но и Сложение Натуральных Чисел При помощи Рекурсии При помощи Рекурсивного Построения Ой Ну да Это я Не очень удачное Обозначение Правильно Но Считайте Что X0 Не имеет Отношения Никакого Здесь XYZ Это элементы Натуральных Чисел То есть Это тройка Натуральных Чисел Всегда А X0 Ну да Не очень Ну T0 Не знаю X0 U0 Если бы Здесь Вся таблица Сложения С нулем Да Вот X0 Это вся Таблица Сложения С нулем Вот Да А XN Плюс 1 Это если у нас Есть таблица Сложения С N То мы получаем Всю таблицу Сложения С N Плюс 1 Потом Так как Здесь у нас Рекурсивно Построен То мы говорим Построим Для всех Натуральных Чисел Вот он Это Смелый Такой шаг Да Построили Все Просуммировали И получили Таблицу Сложения Для всех То есть По сути дела Мы выстроили В Цермелло Френкеле Множество S Являющиеся Таблицей Сложения И наличие И наличие Этого множества S Оно следует Из-за Ксиом Ну Аналогичным Совершенно Образом Мы можем Построить Таблицу Умножения Если у нас Имеется Таблица Сложения Таблица Умножения От Н Плюс Единицы У нас Получается Как x равняется x штриху y y плюс 1 А z равняется Не z штрих Плюс Единица А z штрих Плюс x штрих Вот здесь Вот в этот Самый момент Мы использовали Значок Плюс Который Мы определили Из S Да При помощи Множества S Соответственно Мы можем Определить Теперь Множество P Которое Является Таблицей Умножения Для всех Натуральных Чисел Вот Ну И Коль Скоро У нас Есть S И P То Мы Можем Увидеть Что по Построению Они удовлетворяют Аксиомы Формальной Арифметики Аксиомы Формальной Арифметики Я напомню x плюс 0 Равняется x x плюс y плюс Единица Равняется x плюс y плюс Единица x на 0 Равняется 0 И x y плюс Единица Равняется x y Плюс x Значит Система Из этих Четырех Аксиом Вкупе С аксиомами Piano Для натуральных Чисел Называется Формальной Арифметикой И Мы Только что Продемонстрировали Что При помощи Теории Множеств Мы можем Построить Модель Для Формальной Арифметики То есть На множество Можем Построить Модель Формальной Арифметики Но Коль Скоро Мы Построили В какой-то Системе Модель Формальной Арифметики Тут Начинает Работать Та Самая Знаменитая Теорема Гёделя А не Полноте Вот Которая Говорит Что Если Построены Вот Если Мы Можем Погрузить Формальную Выразить Формальную Арифметику Некой В некой Формальной Системе Да То Она Будет Если Не противоречива То Необходимо Не полна То есть Будут Истинные Но Недоказуемые Утверждения И Ещё Как одно Следствие Что Средствами Этой Теории Нельзя Показать Её Не противоречиво Вот Так Значит Ну Вернёмся Теперь К множеству Натуральных Чисел Значит Свойства Первое А принадлежит Б Эквивалентно А Подножству Б Эквивалентно А Меньше Б Это Можно Доказать По индукции Значит А А Б Это У нас А Б Принадлежат Омеги Это Свойства Натуральных Чисел По фон Неймону Дальше Да Но Я тут Вам Нарисую Ещё раз Чтобы Вы видели Ноль Пустое Множество Единичка Это У нас Множество Из нуля Двойка Это Множество Из нуля Единички Тройка Из множества Из нуля Единички И двойки И так далее Омега Есть Ноль Один Два Любое Натуральное Число Значит Второе Что такое У нас Минимум Из А И Что такое У нас Максимум Из А Ну то есть Есть два Числа Натуральных Да А как Найти Минимальное И как Найти Максимальное Используя Значки Так Ну 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 Но мы же не знаем Какой из них меньше Значит Как получить Из А и Б И Термов Смотрите Единичка Больше тройки Вернее Меньше тройки Меньше Значит А тройка Больше единички При этом Единичка Является Подножством Тройки А тройка Надножством Единички Значит Как получить Теперь Вот Минимум Из Единички Тройки Максимум Из Единички Тройки Минимум Это Пересечение А и Б А Максимум Объединение Смотрите Как интересно Получается Вот Как можно Развивать Дальше Числовые Множества Если У нас Имеется Натуральные Числа Арифметика На самом деле У нас Уже Имеется Все Чтобы Построить Дальше Все множества Используемые В анализе Вот Как построить Множество Z Z Например Можно так Построить Как 0 1 Помножить На Омега Вычесть Множество Единицы 0 Ну то есть Множество Целых Чисел Это Множество Натуральных Чисел Снабженных Знаком Но тут У нас Возникает Единственное Выколотый Случай 0 считать Положительным Или отрицательным Числом Это уже Вопрос Конвенции Но в принципе Просто Помножив Омега На Двухэлементное Множество Ну как бы Снабдив Омега Знаком Мы получаем Целые Числа Да Что такое У нас Множество Рациональных Чисел Множество Рациональных Чисел Это Множество Т Принадлежащих З На Омеге Таких Что Проекция 1 Т Делить На Проекции 2 Т Несократимая Дробь Значит Что такое Делить Если мы знаем Что такое Умножить То мы можем Выразить Что такое Делить Если мы Знаем Что А Б Равняется С Это значит Что тройка А Б С Принадлежит Нашему Множеству П Да То мы знаем Что значит А поделить На Б Равняется С Это то же Самое Что Что Будет С На Б Равняется А Принадлежит П Видите Если мы Знаем Что такое Умножить То мы Знаем Что Такое Поделить А Единственность Доказывается Единственность Существования Этого Сау Она Следует Там Если Аккуратно Провернуть Доказательства Этой рекурсии То там Получается Единственность Вот Всегда Соответственно Да Здесь Единственность Вот И Вот Здесь Вот ЦБ Принадлежит П То есть Если у нас Имеется Для умножить То у нас Есть Для поделить А вы Внимательно Потому что На следующем Занятии Будет контрольный И там Я вам Предлагаю Такие По Выстраивать Например Что такое Несократимая Дробь А Несократимая Дробь Это Если Наибольший Общий Делитель А Б Равняется Единице Да То есть Сокращать Уже Некуда А вот Что такое Как определить ГЦД Через Наше П Вот Это Задачка Вполне Себе Вам уже По силам По силам То есть Определительное Наибольший Общий Делительное Меньше Общикратное Если у нас Имеется Вот П Вот так Рекурсивно Определено Задачка Даже Скорее На Логику Чем На теорию Множ Правильно Написать Формулу То есть Опять же Вместо Вот Этой Текста Здесь Может стоять Вполне Себе Четко Определенная Формула То есть Опять же Ку Множество Рациональных Чисел Это не Что-то Что мы На пальце Сказали Вот Такой Это Ку А в точности В теории Цермела Френкеля Из аксиом Построенный Объект Построенный Из натуральных Чисел Из натуральных Чисел Мы построили Арифметику Построив Арифметику Мы построили Еще ГЦД И построили Рациональные Числа Дальше От рациональных Чисел Мы можем Перейти К действительным Числам Давайте я До действительных Чисел Дойду И остановлюсь Это хвостик Этой лекции В следующий раз От рациональных Чисел Мы можем Перейти К действительным Но Способов Построения Действительных Чисел Существует Несколько Вы В мотоанализе По какому Учебнику Обучались Кудрявцев Я не помню У них Через Дедекиндовое Сечение Или через Бесконечную Дропе Определялись Действительные Числа Да Бесконечная Дропе То есть Мы говорили Что Умеется Допустим 0x0x1 Где x и t У нас Принадлежит Да Чему там 0,9 Да Бесконечная Десятичная Дробь Часто определяют Вот Но мы Уже в теории Множеств Можем Как поступить Мы можем Сказать Что Множество Действительных Чисел R Это Есть Декартово Произведение Z на C Где C Есть Сегмент Действительный От 0 до 1 0 включительная 1 Исключительная То есть А вот Его сейчас построим То есть Сейчас пока Целую часть Отбросили Да С целыми числами Понятно Что такое А это как бы Дробная часть А как построить Дробную часть В теории Множеств Ее можно построить Разными способами На самом деле Дробь И додекиндово Сечения Два наиболее Популярных И они Эквивалентны Как мы увидим Значит Ну Система исчислений У нас Не играет Большой роли И система Счислений Может быть Двоичной Еще проще Когда мы работаем В двоичной системе Счислений То есть Сделаем так 1 вторая Первый плюс Д1 1 вторая В квадрате Плюс Д2 1 вторая В кубе Плюс И так далее Д2 Ди Ди Принадлежит Множеству Нолик Либо Единичка То есть Построим Бесконечную Двоичную Дробь Бесконечную Двоичную Дробь Где Каждая Цифра У нас Либо Нолик Либо Единичка Получается Ну Значит 0 1 По основанию 2 Это будет 0,5 По основанию 10 Понятно Да 0 0 1 Это будет 0 25 То есть 1 4 1 2 1 4 И так далее Вот И Здесь у нас Возникает Всегда такая Сложность Когда у нас Одна цифра В периоде Но в десятичной Системе Там надо Случай Девятки В периоде Говорить Когда у нас 0 0 9 9 9 В периоде Это то же самое Что 0 1 Это получается У нас здесь Геометрическая Прогрессия Которая сходится К 0 1 Вот А в случае Это по основанию 10 А если у нас По основанию 2 0 1 1 1 В периоде Так же поступаем Это 0 1 По основанию 2 То есть Необходимо Будет сделать Оговорки Что Действительное число Представляемое В виде Бесконечной Двоичной Дроби Не может иметь Единицу В периоде Вот Если Единица В периоде Возникла В результате Каких-то Выкладок То мы Ее заменяем На единицу Регистром Уровнем выше Вот Значит Это Такой способ Мы кстати Им воспользуемся Когда будем Изучать Мощности Множеств Будем Рассматривать Мощность Счетную Несчетную Мощность Действительных Чисел А есть Другой способ Это так называем Додекиндово Сечение Додекиндово Сечение Это разбиение Рациональных Чисел На два Множества А и Б Таких Что А пересечение С Б Равно Пустому Множеству То есть Оно Не Пересекается И Значит Любое Для любого Х Х Принадлежит А Следовательно Для любого У У Принадлежит Б Следовательно Х Меньше У Или Меньше Либо равно Я точно Не помню Меньше По-моему Строго Меньше Значит То есть Каждый Элемент Входящий Множество А Меньше Каждого Из элементов Входящих Множество Б Как мы можем построить Додекиндово сечение Например Для числа Корень квадратный Из двух Минус единицы Он же лежит у нас Вот в этом отрезке От нуля До Единицы Значит Мы можем сказать Что В Множество А Это множество Таких рациональных Чисел Ку Принадлежит Ку Что У нас Что А плюс Один В квадрате Меньше Двух Да А А множество Б Это множество Ку Принадлежащих Ку Таких Что А плюс Один В квадрате Больше Либо равно Двум Вот То есть Вот мы явно Подстроили Додекиндово сечение И Мы говорим Что Каждому Такому Сечению Соответствует Некое Действительное Число Но В действительности Можно показать Что Каждому Додекиндовому Сечению Соответствует Бесконечная Двоичная Дробь И Каждой Бесконечной Двоичной Дроби Соответствует Додекиндово Сечению Как показать Что бесконечной Двоичной Дроби Соответствует Додекиндово Сечению Ну потому что она действительно рассекает у нас на 2 части. Если мы хотим сказать, что такое некое число входит в левую часть ДДКиндова сечения, заданного бесконечной двоечной дробью, это значит, что у нас где-то имеется какая-то частичная сумма, которой это число превосходит. Если какая-то частичная сумма имеется, которая это число превосходит, значит, оно входит в левую часть. Если такой суммы не имеется, значит она входит в правую часть. Вот как можно определить. А как от додекиндового сечения перейти к бесконечной двоичной дроби? Тоже очень просто. Методом дихотомии мы делим пополам. Допустим, сечение где-то здесь рассекло у нас. Мы делим пополам. И если мы оказались в правой части, то первая цифра у нас будет 0. Потом мы опять делим пополам. Если мы в левой части оказались, то цифра 1 и так далее. Образовав вот этот метод дихотомии, мы можем сказать, что мы можем, уже говоря теоретикой множественным языком, мы можем построить взаимно однозначное соответствие между множеством додекиндовых сечений и множеством бесконечных двоичных дробей. И тем самым показав эквивалентность подходов к определению действительных чисел тем или иным способом. Итак, смотрите. Завершая нашу лекцию сегодняшнюю. С чего-то я начал-то. Я начал с того, что определил x плюс 1. И сказал, вспомнил, что вот у нас была такая аксиома, что существует по крайней мере одно прогрессивное множество, которое входит в 0, а также для каждого элемента, если он входит, то входит x плюс 1. А чем я закончил? Я построил действительные числа, и с этого момента начинается матанализ, и вся математика, которую вы изучали дальше. То есть смотрите, на чем все это держится-то на самом деле. На очень элементарные вещи. И вот здесь вы уже увидели, что благодаря этому можно сказать, что теория множества является логическим основанием для математики, неким таким фундаментом, из которого дальше выходит. Но дальше, построив действительные числа, от этого у нас пляшет первый курс матанализа и все прочие вещи, которые вы уже прошли и забыли, как страшный сон. Но мы с вами не будем углубляться в ту степень. Мы пойдем немножко в другую степь. Нас будут интересовать множество. И там тоже очень интересные вещи. Поэтому со следующего занятия мы продолжим изучение именно множеств как таковых. Спасибо.